Сегодняшнее утро наша съемочная группа провела не в эпицентре городских событий, как это происходит обычно, а в ресторане «Базилика». Но отправились мы сюда по делу. Ведь именно здесь работает выпускник Брестского государственного торгово-технологического колледжа Алексей Иванюк. И не просто работает, а руководит всеми поварами. Он бренд-шеф этого ресторана, который еще будучи ребенком, а именно в пять лет, научился готовить. Тогда это было что-то простое и без изысков, но страсть к поварскому делу зародилась у него еще в то время. Потом было самостоятельное штудирование книг, эксперименты и огромное желание развиваться в этой сфере. А потому вопрос, куда пойти после школы погружаться в поварское дело, у Алексея не стоял. Я себя определил, что я пойду обучаться в Брестский торговый колледж наш. Собственно, там я получил хорошую базу. Я ездил на очень много всяких различных конкурсов. Это наши и брестские, и белорусские. Ездил и в Россию. Недавно ездил еще в Хорватию, мы ездили. Целая команда участвовал в конкурсе шеф-поваров именно. Если я не ошибаюсь, участвовало 30 стран, было 600 участников. Да, я взял два золота, одно серебро и попал в пятерку лучших шефов Европы. Да, уровень профессионализма впечатляет, а готовят такие таланты в Брестском государственном торгово-технологическом колледже. Это одно из старейших и известных в своем направлении учреждений образования. Более 80% специалистов, которые работают в сфере общепита или торговли, учили в стенах Брестского колледжа. О востребованности училища красноречиво говорят и цифры нового набора на специальности. В этом году мы набрали на 100 человек больше. Сделали упор на профессии, которые очень нужны. Одна из самых востребованных профессий – это профессия повара. Поэтому мы набирали две группы в этом направлении для того, чтобы готовить специалистов этого уровня. Кроме того, мы тесно работаем теперь по направлению с предприятиями, которые являются нашими базовыми. Это Санта-Брэмор, это пруд-товары по направлению торговли. Будем заключать новые договоры. Евроопт, Берестейский пекарь. Все хотят сотрудничать. И неспроста, ведь все знают, что здесь готовят настоящих профессионалов своего дела, которые доказывают это не только на словах. Помимо теоретического обучения у нас предусмотрено производственное обучение. Все ребята проходят практику в учреждениях, в кафе и ресторанах города Бреста. Естественно, мы стараемся организовать практику изначально, чтобы дети посмотрели, что такое кулинария с разной стороны. То есть это школьные столовые, сады, точно так же и рестораны, и кафе. То есть уровень гораздо выше. Помимо этого, на школе ежегодно в нашем учебном заведении проводятся конкурсы профессионального мастерства. И один раз в два года мы участвуем в республиканском конкурсе профмастерства профскилз. Вот победителями пятого чемпионата профскилз стала наша учащаяся Пашкевич Валерия. Мы готовились к этому конкурсу, очень переживали, очень много было проделано работы. В последние годы прослеживается хорошая тенденция в числе поступающих в колледж не только ребята из Бреста и области, но и со всей республики. Конечно, такие данные говорят сами за себя. Это свидетельствует лишь об одном – учреждения образования популярны и престижны, ведь предпочтения отдают именно ему. Я получился в Минской области, город Солигорск. По факту у нас больше развита горнодобывающая промышленность. Но всё-таки мне это как-то не нравится, как-то слишком тяжёлый труд для меня. Пробовал ещё, ну, как и все, конечно, пойти в ИТ. Разное программировал на разных языках, ну, на разные темы тоже. То сайты, то просто различные программы. Как ильпиатор, конечно же, получался всегда, на разных языках. Но в итоге понял, что это не моё. И думаю, дай после девятого на повара пойду. И всё, начали рассматривать несколько вариантов. Думали, если самое ближайшее, что было, это Слуцк. Решили всё-таки пойду в Брест. Так вот, приехали, всё, даже всем понравилось. Даже мама уже не сильно обижалась, когда поговорили с комиссией. Вот так вот поступил. История поступления Софьи Листовецкой не менее интересная. Девушка выбрала свою будущую специальность – торговое обслуживание – из-за прекрасного примера. Её мама работает в сфере торговли уже более 20 лет. И сейчас девушка, пройдя практику, как никто другой понимает все тонкости мамины работы. На практике достаточно, ну, нелегко так сказать, потому что жена трудится, много запоминать вещей, много запоминаешь ассортимента, качества товара. Это всё должно быть в уме. Также постоянно общаешься с людьми, что-то где-то подсказать, обращаются. А также хочу сказать то, что вообще в торговлю поступают очень творческие люди. Потому что, ну, вот если ты умеешь рисовать, ты поймёшь, как выложить товар, как это красиво всё поставить на витринах, на стеллажах. Да, творческая жилка присутствует практически в каждом учащемся. А хорошую базу знаний они получают от профессиональных педагогов. Учиться здесь одно удовольствие. Тем более, что и техническая база соответствует всем современным требованиям. Здесь есть всё для того, чтобы организовать технологический процесс торговый. Технологический процесс, начиная от приёмки товара, его фасовки, его оформления и выкладки его в торговом зале. Поэтому мы считаем, что этот учебный центр один из самых лучших в Республике Беларусь. Его действительно нигде нет. И много к нам приезжало гостей, даже были зарубежные гости, которые смотрели и удивлялись, так сказать, как мы сумели это сделать. А смогли создать такие условия в том числе и благодаря помощи спонсоров Открытого акционерного общества «Продтовары». Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».